Друзья, всем привет и сегодня мы немножко поиграем. Так, так, какого, что, что происходит? Э, ну, ну хорош. Так, э, 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 что, что происходит? Куда? Что, 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 что происходит? Добро пожаловать в Джуманджи! Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротко. С вами Кин, и рубрика «Сходил я, значит, на». Рубрика, где я высказываю свое мнение о фильме, на который я сходил. А сходил я, значит, на фильм, который никак не мог пропустить. Так как, во-первых, это продолжение одной из моих любимых историй, а во-вторых, в нем снимается мое любимое мускулистое яичко. Само собой, я говорю про Джуманджи, новый уровень. Но перед началом мне нужна ваша помощь, так как именно вы можете повлиять на последнее видео в этом году на канале. Ничего сложного не требуется, просто перейти по ссылочке в описании в нашу группу ВК и проголосовать за любимый сериал в той или иной номинации. Данное голосование полностью зависит от вас. Если вы считаете, что несколько участников достойной победы, то голосуйте за несколько. Если вы считаете, что я кого-то достойного не упомянул, то напишите его в комментариях к опросу. И если ваш комментарий наберет больше всего лайков, то это и будет победитель опроса. Ну а 31 декабря мы подведем итоги уходящего года. Своеобразной церемонией. В общем, переходите и голосуйте. Но у нас... Джуманджи. Новый уровень. Сюжет продолжения перенесет нас немного вперед от последних событий. Друзья разъехались кто куда, но договорились вновь встретиться. И когда наступает час встречи, приходят все. За исключением Спенсера. Друзья, чувствуя неладное, отправляются к нему домой. Но Спенсера там тоже нет. Вместо него компанию встречает дедуля Спенсера. Со своим закадычным другом. Немного поисков и друзья понимают, что Спенс вновь отправился в игру. Но проблема в том, что консоль барахлит. И как знать, что их там ждет. Ну а ждет их там... Джуманджи. Новый уровень. Итак, для начала я отвечу тем, на кого чаще всего натыкаюсь под постами с Джуманджи. Вы испортили мое детство. Из говнякали такую чудесную историю. Первая часть была лучше. Ребята, продолжение портит оригинал в основном в двух случаях. Во-первых, если оно изменяет каноны и события первой части. Во-вторых, если оно отменяет каноны и события первой части. Мы берем за основу то, что мы ничего не знаем об игре из первой части. Откуда она, где пределы ее возможности и на что она вообще способна. Мы знаем, что она выбирает избранных, слышащих барабаны. Внутри нее есть мир, в котором жил Алан Периш. Также она способна создавать объекты и убирать их. Но в нее надо играть. Так что, как по мне, во второй части ни одно из событий прошлого не было изменено или отменено. Каноны мира также не отменились, а даже развились. Так как мы узнали, что игра имеет некое сознание. И способна изменяться, чтобы в нее играли. Что, собственно говоря, происходит в третьей части. Игра поломана, игра меняется, игра продолжается. Как итог мы имеем первую часть, знакомящую нас с лором. Вторую часть, развивающую лор. И третью часть, развивающую и подкрепляющую лор. Ну а если вам не нравится продолжение, то у меня есть для вас небольшой секрет. Не смотрите. Поймите, у вас никто не отнимет чудесного первого фильма. Его события остались на месте. И как по мне, глупо жаловаться на то, что фильмы по тону и по духу разные. Первая часть была пропитана духом 90-х. Продолжение уже духом 2000-х. Если вам нравится только первая часть, то забейте на продолжение. И не ходите на них в кино. Ладно, я не спорю, в первый раз все пошли из любопытства. Но зачем сейчас идти в кино и жаловаться? Ой, да ладно, сейчас в месяц выходит по 2-3 крупных блокбастера. Уж найдете, чем заменить Джуманджи раз в год. Мне же лично понравилось, что первая часть, что вторая, что нынешняя третья. Которая вновь погружает нас в интересное приключение. Которое сдобрено разного рода юмором. Актерский состав все так же радует глаз. И забавно взглянуть на переосмысление игровых персонажей. Я к тому, что одно удовольствие наблюдать, как скала отыгрывает Дэнни Дэвита. Должен сразу подчеркнуть, что я это говорю от лица фаната франшизы. Но в то же время я понимаю, что в фильме достаточно косяков. Из которых я хотел бы выделить один, который зацепил лично меня. И это самоповторы второй части. Происходят они потому, что теперь в игре дедушки. И молодежь им полфильма разжевывает правила, тратя на это время. Также есть сцены, которые повторяют сцены из второго фильма. Да, в новой обертке. Но конфеты все те же. И есть и другие недочеты. Но меня подбесило именно это. Зато, когда самоповторы заканчиваются, и история набирает нормальные обороты. То за ней становится действительно интересно наблюдать. А от некоторых сцен аж дух захватывает. Но все же не буду спорить, что эта часть, как по мне, слабее второй. Но не буду врать, мне как любителю этой истории понравилось. Как я любил в детстве старую Джуманджи, так я люблю сейчас новую. Но я дико хочу узнать предысторию этой игры. Хотя, скорее всего, объяснение все испортит. Но любопытство никуда не денешь. Но если вы еще не смотрели новую Джуманджи, то я советую ваше любопытство спрятать. Так как мы подошли к зоне спойлеров. Но для начала подытожим. Если не задаваться некоторыми вопросами, и как я не тригерить от самоповторов, то вас ждет интересная история. С потрясающими актерами и морем шуток. Я не отрицаю того факта, что кому-то фильм не зайдет. Но я остался доволен. Что ж, друзья, а на этом бесспойлерная часть подошла к концу. Если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А в описании вы найдете ссылки на мой инстаграм и группу ВК. Где прямо сейчас идет голосование, в котором вы можете принять участие. Напоследок, пишите в комментариях, как вы относитесь к этой франшизе. Но у нас спойлеры. Похоже, он вернулся в игру. Надо его вытащить. У тебя что, крыша поехал? Сильно вдаваться в подробности я не буду, поэтому пробежимся по основным моментам фильма. Школа закончилась. Ребята разъехались кто куда. И у всех все идет довольно гладко. За исключением Спенсера. В колледже он чувствует себя чужим. Работает на не особо любимой работе. На связь с друзьями не выходит. И расклеивается по полной. Но начинаются каникулы, и Спенс приезжает к дедуле Эдди. Желая вновь почувствовать силу и уверенность, он достает из подвала разбитую игру. И вот тут у меня есть одна из претензий. Почему в конце второго фильма нам не давали намека на сиквел? Намека на то, что Спенс не уверен в уничтожении игры. А я напомню, как все закончилось. Ну, как по мне, он очень даже рад от нее избавиться. А ведь они могли сделать один неуверенный взгляд, чтобы мы все поняли. Ну ладно, тут в принципе предъява небольшая. Просто могу предположить, что создатели не думали, что вторая часть так сильно выстрелит. И не знали, делать им намек на сиквел или нет. А в этой части сделали. И еще какой. Но об этом позже. А сейчас Спенс отправился в игру. А в это время друзья встречаются. Но, само собой, без Спенсера. Желая его найти, они отправляются к нему домой. Где их встречают дедушки Эдди и Майло. Когда-то давно дедули имели свое дело. Но потом Майло продал свою часть, и из-за этого они поссорились. Надолго. И как раз сегодня, спустя много лет, Майло зашел поговорить к Эдди. А друзья отправились в подвал. Где поняли, что Спенс в игре. С большим нежеланием, они вновь отправляются в Джуманджи. Но персонажей они не выбирают. Да и отправляются не одни. И теперь роли выпали вот так. Брейвстоун, это дедуля Эдди. Мось, дедушка Майло. Руби, снова Марта. Профессор Оберон, Фридж. А вот Беттани игра не затягивает. У ребят появляются новые силы и слабости. Нужные для сюжета. Но у игры появляется новый сюжет. Теперь им надо победить. И я не помню, как его зовут, поэтому буду называть его Вождь Викингов. Чтобы забрать у него Камень Солнца, который он отнял у одного из вождей, одного из племен. Ребята начинают игру. А Беттани отправляется к Алексу. По ходу игры ребята находят Спенсера. И оказывается, что он теперь в аватаре Минг. Взломщицы и воровки. Также ребята узнают, что Вождя Викингов можно победить. При помощи плодов Джуманджи. И Марта с Фриджем их само собой находят. Также они находят довольно странное озеро. Благодаря которому можно поменяться аватарами. Алекс и Беттани входят в игру. Алекс снова становится гидропланом Джефферсоном. А Беттани лошадью. Которая является полноценным персонажем игры. Со своими плюшками. Ребята вновь находят чудо-водичку. И конечно же меняются аватарами. Теперь все на своих местах. Только дедуля Эдди стал Минг. А дедушка Майло лошадью. Также мы узнаем, что Майло болен. И осталось ему недолго. Поэтому он и пришел к Эдди. А чуть позже Майло похищают. Далее компания отправляется к Вождю Викингов. И схитрив проникают в его логово. Начинается заваруха. Майло освобождают. Но Спенс не может победить Вождя. Пока не вспоминает, что надо использовать Плот. Так как Плот это слабость Вождя. И вот тут у меня есть вопрос. Если только у игровых персонажей есть силы и слабости. А остальные NPC. Значит ли это, что за Вождя кто-то играет? Или то, что за него можно играть? Или это просто допущение? Да, хуй его знает. В общем, как бы то ни было. Бой происходит на Дирижабле. И Спенс, использовав Плот. Ослабляет и побеждает ВВ. Но срывается и падает. Ну а само собой, как всегда под конец фильма, у всех одна жизнь. Тут в дело вступает дедушка Майло. И оказывается, что у его аватара лошади есть крылья. В общем, игра пройдена. Камень на месте. И Найджел ждет всех, чтобы выпустить из игры. Но деда Майло решает остаться. И вот тут еще один момент, который меня подбесил. Он решает остаться лошадью. Ребята, вы не поверите, что он сказал? Он сказал, что хочет остаться. Формально вас никто не торопит. У вас есть гребаный картограф. Так почему бы не посадить на себя Беттани и Спенсера и не слетать к озеру? И не поменять аватара с лошади на скалу? Да, у скалы одна жизнь, а у тебя три. Но так игра окончена и жизни перезапущены. Возможно. Но даже если нет, то мне кажется, куда больше шансов выжить скалой, чем лошадью. Если даже тебя смогли похитить неигровые NPC-шки. И вот этот момент вызвал у меня самый лютый триггер после самоповторов. Лошадью! Лошадью, Карл! Что-то здесь неправильно. Игра окончена. Радостные ребята выходят и отправляются в кафешку. Некогда принадлежавшую Эдди. Там дедулю вновь хотят взять на работу. В общем, всем хорошо и весело. А в это время, чтобы починить трубы, домой к ним приходит ремонтник. Который случайно натыкается на игру. И вот сейчас фильм заканчивается с намеком. Джуманджи на свободе. Подытожим еще раз. В фильме достаточно много самоповторов. Но для меня он все так же хорош. И теперь я жду, что будет дальше. Могу предположить, что аватары теперь оживут в нашем мире. Как Ван Пелт из первого фильма. Ну а наша компашка с ними встретится. Дорогие друзья, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все, что есть в описании. Ставьте лукас. Ну а я, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И вы готовы отправиться в игру? М? Пока.